Молодым везде дорога. Марсамару встретился со студентами, чтобы обсудить перспективы развития города, которые невозможны без участия самой прогрессивной части населения – молодежи. Все преобразования, которые проходили в стране, были бы невозможны без молодежи. И мы пришли к другому выводу о том, что сейчас в городе тоже происходит революционное преобразование, в области революционное преобразование происходит, связанное с тем, что мы пытаемся всячески изменить качество жизни людей. Почему они революционные? Потому что мы, на самом деле, очень сильно отстали от соседних субъектов. Отстали от Татарстана, отстали от Башкирии, от Нижнего Новгорода, от Москвы. И нам, конечно, хочется, чтобы мы все жили с вами в несколько ином качестве. И молодежь как раз может быть катализатором всех этих процессов, которые идут в нашей среде. Нам очень хочется, чтобы вы были сориентированы на позитивные перемены. Нам хочется, чтобы ваши знания, ваша энергия были направлены на изменения качественные в нашей Самаре. Олег Фурсов предложил студентам самим поучаствовать в создании городской молодежной программы. Молодым виднее, что именно им нужно и как это можно сделать, отмечает мэр. Студенты сразу же озвучивают пожелания, которые могут стать пунктами программы. Пропаганда спорта была актуальна всегда. И многие студенты нашего вуза хотят заниматься волейболом, футболом, баскетболом. Но аренда сейчас очень дорогая. И поэтому я хотел вас попросить, не могли бы вы посодействовать организации поля или зала. Вектор на развитие спорта взят. В Самаре только в этом году открыли два физкультурно-оздоровительных комплекса. И это не предел. В центральных районах города ведутся переговоры о строительстве фоков. Как вариант предлагает глава города прописать в программе субсидии на занятия спортом в коммерческих залах. Студенты не упускают возможности задать мэру и личные вопросы. Пользуетесь ли вы социальными сетями и каким из них вы больше отдаете предпочтение? Социальными сетями я не пользуюсь. На это просто нет времени совершенно. Обманывать вас не буду. Те, кто пользуются, они обычно, так сказать, нанимают помощников, которые за них, если это занятые люди, да, которые за них работают в социальных сетях. У меня такой возможности нет. Поделился мэр своим секретом успеха. Студенты им особенно интересовались. Среди таких качеств, как честность, порядочность, трудоспособность, Олег Фурсов назвал немаловажным умением организовывать как себя и свое время, так и других людей. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События.